В рейтинговом голосовании жителям городского округа предстоит выбрать одну из пяти территорий, которую, по их мнению, нужно благоустроить в 2023 году в первую очередь. Одно из таких мест – площадью речного вокзала. Планируем речный вокзал, создание центрального элемента с цветочным вертикальным покрытием, оборудование пункта проката велосипедов и самокатов, создание удобного и безопасного пешеходного пространства. И также установка скамеек, вазонов и урн. Ну и, понятное дело, еще установка парковки. Еще одна из предложенных территорий для благоустройства – сквер у торгового дома «Витязь» на улице Карла Маркса. Березовый сквер около торгового дома «Витязь» можно по праву назвать старой частью города, деловым центром. Именно поэтому, я считаю, эту часть города нужно сделать более привлекательной для нас, котлашан, и наших гостей. Также в списке – Лиминский парк. Несколько лет назад здесь появился игровой комплекс для детей, турники и тренажеры для молодежи. Для старшего поколения – удобные дорожки для ходьбы и прогулок. Но на этом жители микрорайона останавливаться не намерены. Уважаемые земляки, давайте не упустим этот шанс. Давайте потратим несколько минут для того, чтобы еще больше благоустроить наш парк. Сквер УДК «Октябрь» – место притяжения жителей микрорайона ДОК. Однако комфортность и безопасность здесь под большим вопросом. Но победа в рейтинговом голосовании поможет навести здесь порядок. У Дома культуры «Октябрь» на ДОКе планируется создание дорожно-тропиночной сети с целью безопасного доступа к объектам, инфраструктуры, создание площадок кратковременного отдыха, устройство освещения вдоль дорожно-тропиночной сети и обустройство зоны с остановочным комплексом. Аллея ветеранов в поселке Вычигодский тоже по праву оказалась в числе претендентов на благоустройство. Жители поселка очень ждут, что все-таки аллея ветеранов станет более благоустроенной, красивой, где могут ветераны встречаться, отдыхать. Часто прогуливаясь рядом, я вижу, что тут гуляют не только ветераны, но и мамочки с колясками. Поэтому хотелось бы, чтобы она действительно была красивая и люди могли здесь просто отдыхать. Я призываю всех Вычигодцев проголосовать за нашу территорию. Совместными усилиями сделать город комфортнее голосование по выбору приоритетной территории из списка предложенных стартует 15 апреля и пройдет на единой интернет-платформе. Также голосовать можно будет на портале Госуслуги и с помощью волонтеров. Сделать выбор смогут все граждане, достигшие 14 лет. Напомним, голосование проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды.